Здравствуйте! В эфире программа «События и комментарии» в студии Марии Гущина. Сегодня мы поговорим о смерти, которую несут за собой наркопритоны, нарколаборатории и распространители психотропных средств. В центре «Спутник» по постановлению главы района Бориса Егорова прошло заседание антинаркотической комиссии. В нем приняли участие порядка 150 человек. Это и сотрудники полиции, в том числе представители главного управления МВД России по Московской области, члены районной антинаркотической комиссии, педагоги, а также представители управляющих компаний и ТСЖ. В прошлом году в Московской области было выявлено 40 нарколабораторий, из них три на территории Орехово-Зуевского района. «Одна из крупных была в деревне Елизарова, там было изъято более 3,5 килограмм наркотических средств, причем самых разнообразных, начиная от амфетамина, марихуаны, гашиши, заканчивая солью». Но чаще всего лаборатории организовываются вдали от людских глаз, а именно на садовых товариществах. В прошлом году в одном из домиков на СНТ рассвет варили амфетамин. Сотрудники полиции изъяли там около килограмма запрещенного препарата. Работу подобной лаборатории пресекли на садовом товариществе «Текстильщик-6». На текущий год, за первые три месяца, также уже была пресечена деятельность одной нарколаборатории в сельском поселении Ленинское, деревне Слободище, где три молодых человека сняли дом и занимались производством наркотических средств каннабис-марихуана. То есть дом в несколько этажей, на каждом этаже располагались кусты по производству данного наркотического средства, Вот это лабораторию, которую открыли в арендованном частном доме. Злоумышленники оборудовали его под подпольную лабораторию по незаконному культивированию растений. Приобрели тепловые лампы, вентиляторы, семена растений, удобрения и специальное оборудование для создания парника. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 230 кустов конопли, а также стверток из полимерного материала с растительным веществом внутри. По данному факту, следственным комитетом МУ МВД России Орехвызуевская возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Нарколаборатории, увы, не редкость. Их организовывают в частных домах, гаражах и даже квартирах. Выращивание марихуаны – это самый безобидный вид нарколабораторий. Страшнее, если по соседству будут готовить синтетические химические наркотики. У нас в прошлом году, в августе месяце, такая нарколаборатория взорвала дом. Но не полностью, а просто квартира полностью выговорила и пострадали соседние жильцы. В связи с чем? В связи с тем, что отдельно взятый мерзавец начал варить эти наркотики, не обладая ни какими-то знаниями в технике охраны труда, ни знаниями в химии. Фактически у него квартира превратилась в скопище газов отходных. Повышенный расход электричества, где-то искра – это дело рваного. Мы уже по факту приехали и увидели, что там лаборатория была. Уже приехали на выговорящую квартиру. Страшно и то, что химические препараты опасны для здоровья. Если сами злоумышленники надевают средства защиты, то вот ничего не подозревающие соседи могут оказаться в зоне риска. Такой вид конечного продукта, который травит население, причем травит как в психологическом характере, в социальном, в любом другом факторе вплоть до смертей. Эта зараза травит так, что вы не поверите. Мы в Одинцовском районе в прошлом году ударко-лабораторию открыли. У нас двух экспертов увезли со скорой помощью. Они зашли туда в средства. Индивидуальной защиты недостаточно. У них не было мощных респираторов. Заражение кожи, ожог – их увезли. Эти эксперты – это люди, которые в полиции не первый год работают. Именно поэтому нужно быть бдительными. Сейчас вы видите номер телефона, по которому можно сообщить о своих подозрениях, что где-то появилась нарколаборатория или притон. Как бы ни казалось это странным и абсурдным, но реальность такова, что стоит присматриваться к соседям. И в первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на мусор. Нарколаборатория всегда прослеживает за собой следующий фактор. Выброс мусора не специфического для нормальных результатов жизнедеятельности людей. Химическая тара, различные колбы, куски тряпок, химические какие-то средства индивидуальной защиты противохимической, то бишь перчатки, могут быть куски масок, может быть пропитанные химическим запахом одежды. И большое количество пустых бутылок из подводки. Ну опять же, если у вас в дом заселились алкаши, сколько они могут в день выпить? Ну 5-7 бутылок выкинут, это просто если дом вообще в угаре. Но здесь идут пустые бутылки ящиками, потому что водка им нужна для химического синтеза. У нарколаборатории несколько признаков. Как правило, злоумышленники выбирают дома в тихих районах, на отшибе. Жилье снимают, с соседями на контакт особо не идут. Ведут отшельнический образ жизни. Но у всех нарколабораторий есть общие черты. Это, как правило, открытые форточки, либо труба, из которой тянется химический запах. Если это квартира, то химический запах еще легче, вы услышите, по запаху либо по стояку, либо в близлежащих каких-то местах, то бишь, может быть, лестничная площадка. Если это гараж, соответственно, тоже вытяжка. Сотрудники полиции рекомендуют управляющим компаниям и председателям ТСЖ внимательнее следить за домами, так как лаборатория потребляет значительно больше ресурсов, чем обычные жильцы. Уважаемые председатели ТСЖ, к вам стекаются данные по расходу электричества и воды. Если в жилом секторе города, то, как правило, мы смотрим по показаниям соответствующих полномочных органов власти. Но в ТСЖ только вы являетесь конечным сборным пунктом отчетности, который приносят вот эти вот люди. Повышенный расход электричества у нарколабораторий в 100% случаев это прослеживается. Причем не на сколько-то, а в разы. То бишь в 5-10 раз как минимум. Жизнь соседям портит и наркопритоны. Это тоже своего рода бизнес. В прошлом году в деревне Демихово двое молодых людей решили зарабатывать деньги на зависимости людей. Два молодых человека организовали наркопритон у себя в квартире. За денежные средства пускали к себе потребителей и там позволяли им употреблять наркотические средства. Определить, что по соседству с вами организовали наркопритон несложно. Во-первых, сразу видно, какой контингент приходит в гости. Во-вторых, в угаре люди явно забывают о чистоте и порядке. Поэтому под окнами часто можно обнаружить шприцы. Может быть и в квартире, может быть в доме, может быть даже в отдельно взятой комнате квартиры, может быть, в гараже, может быть даже просто на открытой местности. Скоро вот места наступят, мы и такого тоже выявляем, когда на открытой местности вдруг наркоманы свой наркопритон устроили. Еще один вид наркопреступления – это так называемые закладки. Дельцы уже давно напрямую не контактируют со своими покупателями. Наркотики передаются посреднику, который прячет посылку. Оплата производится дистанционно, через онлайн-банкинг. После чего покупателю сообщаются координаты закладки. Люди непонятной внешности в непонятных местах вдруг начинают рыться. Вот это самый главный признак. Увидели, подходить не надо. Подняли трубку и сообщили. Там-то, там-то. Скорее всего, происходит закладка наркотиков. Опять же, если есть возможность, сотрудники выйдут немедленно и будут стоять ждать и смотреть, кто из этой закладки что будет забирать. И отработают его. Если нет, занесем наши оперативные материалы, будем дальше к этому месту проявлять интерес. Но рано или поздно оттуда мы это дело выведем. Ужас современного мира в том, что наркотики модернизируются. Казалось бы, ничего страшнее героина и возникающей от него зависимости нет. Но сейчас появились синтетические, так называемые дизайнерские наркотики, которые опасны как в физическом плане, так и в психологическом. Если взять героиного наркомана, понимаете, мы сейчас уже, когда, грубо говоря, его задерживаем, мы уже с несколькими долей ностальгии уже от него относимся. Потому что, как правило, этот человек, ну, настрадавший в своей жизни. Героин – это мощная физическая, прежде всего, зависимость. Он без этого не может. Результат одного глупого движения в своей жизни, когда он взял этот шприц в руку и ввел себе инъекцию, по большому счету, у него полностью жизнь нарисовала дальнейшая. Но с героинистом немножко легче. Его от физической зависимости можно избавить, но за три дня запросто. Прочистить организм настолько, что он уже будет независим от этого препарата именно. И потихонечку дальше его вывести на полную чистоту. И, возможно, лечить его мозги, потому что психическая зависимость от героина, например, от того же, не так сильно развита. Есть методики, есть утвержденные Минздравом различные, 12 шагов те же самые, и все. Уже и наркологи знают, как героинисты лечить. Но вот эти новомодные наркотики, вы не представляете, как это, зараза, страшнейшая. Физическая зависимость не так сильно развита. А вот психическое – это что-то страшное. Первый же прием наркотиков вот этой вот группы – это сразу психическое расстройство. Вплоть до психической уже какой-то болезни. В интернете масса роликов, как ведут себя люди под таким наркотиком. Зрелище, мягко говоря, неприятное. Человек полностью оторван от реальности. А, пожалуйста, помогите встать, а! И самое страшное, что в таком состоянии глюки могут привести к летальному исходу. Вот это краткосрочное помутнение рассудка в связи с однократным приемом этих наркотиков может вызвать летальный исход. Потому что человеку вдруг кажется, что окно открыто, а там дорога. И вот выходят в окна. И бросаются под машины. И вешаются. И страшное дело. Самыми незащищенными перед этим наркотиком становятся дети. Синтетический препарат значительно дешевле выращенного естественным путем. Поэтому доступнее для молодежи. И наркологи, которые сейчас стоят и говорят, Игорь Викторович, мы не знаем, как лечить людей, которые едят соли. Потому что это псих. Мы можем его за день вылечить от физической зависимости, от этих солей. Их там и нет особо. А как лечить его мозги? Уже и методик-то нет. Потому что наркотики появились недавно, и мы не успеваем немножко за ними. Именно поэтому родителям нужно быть более внимательным к своим детям. Ведь в конечном итоге, если не будет спроса, не будет и предложения. Также на встрече поднимали вопрос о разрешенных, так называемых, веселящих газах, которые можно купить во многих барах. В каждом кафе, везде, вот город, не знаю, как район, я здесь не так часто купаю, но город Орехово-Зуево, улица Ленина. Вот стоит свернуть вот куда-то, ну, самомаска, знаете, о чем говорят. Шарами там все усеяно просто. То есть это даже не первый шаг, это уже зависимое поведение детей. Взрослый человек, конечно, не будет употреблять за 10 сот и веселяющий газ. Вот с этим, как быть, это дети, которые... Следующий шаг, он будет, конечно, уже вот синтетика. Действительно, вы правы, веселящий газ, закиси, азота не отнесен в категорию наркотиков, не находится в соответствующем постановлении правительства, где есть список наркотиков. Трудно. Это субстанция, вообще вещество, которое используется в ряде отраслей народного хозяйства, там, автомобильной промышленности, еще где-то. Но вот такой вот народ у нас, понимаете, вот идиоты, которые готовы травиться даже этой гадостью. Какие последствия? На самом деле, последствия ужасные. То есть там и рак горла, и спазма головы, и спазма дыхательных путей с летальным исходом. Там чего только нет. Главный вывод заседания антинаркотической комиссии – нужно быть внимательными как к своим близким, так и к окружающим. Не стоит оставаться в стороне. Наркотики – это беда, от которой, увы, никто не может быть застрахован. Одни становятся зависимыми, другие могут пострадать из-за девиантного поведения наркомана, третьи могут оказаться по соседству с нарколабораторией и отравиться ядовитыми газами. Специалисты уверены, что только совместными усилиями можно дать отпор чуме 21 века. На этом у меня все. Если у вас есть интересные темы для наших репортажей или вы стали свидетелем необычной ситуации, поделитесь с нами. Мы расскажем обо всем. Сообщение можно присылать на нашу почту и на страничках в социальных сетях «Телевидение Аист». Все самое интересное вы можете увидеть на нашем сайте информцем.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова